Мы продолжаем следить за заявлениями, которые звучат в эфире программы «Детали дня. Личный прием». На прошлой неделе гостем Ильи Зубова был руководитель региональной ГИБДД Олег Блохин. Ответы на все заданные телезрителями вопросы, несмотря на продолжительные выходные, появились на сайте автоинспекции в назначенный срок сегодня. Константин Куратов напомнит детали разговора. На первом месте проблемы пешеходных переходов, причем актуален вопрос для многих муниципалитетов. В Сыгдовкаре на оживленном перекрестке улиц Станционная и Морозова после серьезного ДТП с детьми установили трехфазный светофор и ограждение. Всем стало удобнее, однако люди, оказывается, не успевают перейти дорогу за отведенное время, особенно зимой в гололед. Четыре полосы на улице Морозова, каждая по 3 метра, 12 метров. То есть 12 шагов, ну не 12, а 15, за 20 секунд можно делать. Многие жители, пешеходы хотят пройти по диагонали. На этом перекрестке такой возможности мы не предусмотрели. Впрочем, ГИБДД заявило о готовности встретиться с инициативной группой и вместе с ними провести замеры. Не останутся незамеченными и сугробы возле перехода в селе Айкино. По словам телезрителей, из-за отвалов водителям не видно пешеходов. Полицейским Усть-Вымского района поручено до 15 марта дополнительно обследовать перекрестки и так называемые зебры. Мы привлекаем ежедневно, вдумайтесь, где-то одно-два должностных лица за содержание дорог. Ежедневно? Ежедневно. Вот, где-то у нас 10 миллионов штрафов наложено на должностных лиц. Представляете, то есть работа-то она огромная. Но мы должны понимать, что госэтоинспектор, который составил материал за снежную кучу, он же не подменяет трактор или снегоуборочную технику. Дальше процесс. Конечно, мы выносим предписание должному лицу. И вот должному лицу, если оно ответственное, оно, естественно, устраняет этот недостаток. Если нет, то начинает обжаловать наши административные материалы, что сегодня пугает, честно говоря. О нехватке экипажа ИДП спрашивали жители Усинска. Для оформления ДТП сотрудников ГИБДД надо ждать до одного часа. Решать эту проблему помогает Европротокол. Так что количество выездов сотрудников на мелкие ДТП будет уменьшаться и дальше. В отдаленных селах, которые тоже остаются без должного внимания, сокращение штата компенсирует передвижными комплексами. Недавнее сокращение, 15% был порезан аппарат. Мы не тронули никого из земли. Сегодня эта тема была доведена до главы республики. И глава республики обещал поддержать в части внедрение систем фото-видеофиксации, которые сегодня помогают наводить порядок на дорогах. Но штат однозначно увеличиваться не будет? Однозначно нет. Вопросы коснулись и трудностей при сдаче экзамена по ПДД. В Кайгородском районе теорию не принимают. Желающим получить права приходится ехать в Сыктывкар, что довольно накладно. Уросточились требования как к автошколам, так и к приему экзаменов. То есть сегодня любой желающий получить должен сдавать это на компьютерной технике. То есть была ночная продукция, которая раньше применялась, где мы с вами заполняли 20 вопросов, ставили ответы. Это очень давно. Ну еще в некоторых районах это действует, но я вас уверяю, что сегодня готовится административный регламент МВД в части этих процедур. И в тех районах, в которых нет таких комплексов, как в Кайгородке. Так точно, да. Применяться данная процедура не будет. МВД сейчас прорабатывает вопрос приобретения аппаратно-программных комплексов для приема теоретического экзамена для всех подразделений. Однако пока экзамен можно сдать в Воркуте, Усинске, Инте, Печоре, Сосногорске, Ухте, Сыктывкаре, Ижимском и Усть-Куломском районах. К слову, развернутые ответы ГИБДД по КОМИ на все вопросы, которые прозвучали на личном приеме или не успели попасть в эфир, разместили на официальном сайте ведомства.